Первая неделя в новом учебном году в Тамбовской духовной семинарии началась со встречи с известным музыкантом и певцом, заслуженным артистом России Сергеем Насоновым. Живет и работает он в Перми, но его жизнь и судьба тесно связаны с Тамбовским краем. Родился и воспитывался он в Маршанске, в семье известного человека, протерея Павла Гулынина. В атеистические годы отец Павел был не раз осужден за веру и прошел весь ужас колымских лагерей. Но репрессии его не сломили. После реабилитации священник, будучи уже в возрасте, продолжал служить в храмах Маршанска. Он любил церковное пение, а его внуки пели в организованном им хоре. Один из них стал тоже священником, другой – известным певцом и музыкантом. Подробности в репортаже Сергея Нишкова. Встреча с заслуженным артистом России Сергеем Насоновым по сути является мастер-классом. Сейчас Сергей Николаевич известный в Зауралии певец и музыкант. В его репертуаре церковные песнопения, арии и зопер – песни, рожденные Великой Отечественной войной. Но связи со своей родиной артист не теряет и не забывает о том, что первые шаги на музыкальном поприще он сделал на Тамбовской земле, в Маршанске. Когда мой дедушка служил в церкви, мне запомнилось очень много диаконов. Диаконы были с голосами. Для них была важна именно такая сторона служения. Они родились за это дело. Тамбовские семинаристы – благодатная аудитория для артиста. Многие из них поют в церковных хорах и осваивают не только пастерские науки, но и специальность регента. Они знают многих музыкантов, писавших духовную музыку. Их не удивишь информация о том, что Федор Шаляпин, Дмитрий Головин или Луча на повороте тоже начинали петь в церковных хорах. Но встречу с мастером и знакомство с его творческим опытом не заменят даже тома умных книг. Начиналось с небольших таких произведений. Например, то, что сегодня исполнил «Жертва вечерняя» или «Да исправится молитва моя». Ну а потом уже к концу мы с Кормом сделали очень много больших программ. Особенно демественная литургия Гречанинова. А народа дальше мчится, пирится, клубится, А кругом земля дмится, чужая земля. Атеистические годы, пронесшиеся над Россией, принесли много горя этой семье. Дед Сергея Насонова, протеерей Павел Гулынин, был репрессирован за веру и прошел все ужасы колымских лагерей. Но семья эта сломлена не была. Ее среднее и младшее поколение активно участвует в общественной жизни страны, экономике, творчестве. Брат музыканта протеерей Александр Сарычев служит в радости Скорбященском храме Вознесенского женского монастыря Тамбова. При его активном участии вознесены недавно новые купола на строящийся собор обители. А Сергей Насонов продолжает петь басовые партии вместе с церковным хором, активно сотрудничает и выступает с музыкантами, исполняющими народные песни и мелодии. С Тамбовым его связывает и творчество Сергея Рахманинова. И, конечно, его всеночные литургии, они стоят особняком. Это считается вообще вершиной развития русской музыкальной культуры.